Дорогие друзья, я хотел прочитать несколько стихов из книги «Деяния апостолов», 14 глава, 21 и 22. И хотелось бы немножко вспомнить, как образовывались церкви, группы, как люди начинали верить Богу, с чего все начиналось. Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Если смотреть по книге «Деяния», то есть «Действия апостолов», то принято считать, что церковь на земле образовалась примерно 1933-1934 год. Если Христос прожил на земле около 33-х лет, а наша эра начинается с момента рождения Иисуса Христа, то получается в 1933-1934 году было сошествие Духа Святого на землю. И таким образом на земле образовалась церковь. Когда Петр говорил Слово, то приложилось в церкви около трех тысяч человек. Уверовало, возможно, больше. А вот готовы к крещению оказалось около трех тысяч. И это немалое число. И вот проходило время, шли месяцы и годы, и это Евангелие понеслось во все концы земли. Как написано в Евангелии от Луки, в последней главе, Христос говорит такие слова. «И проповедано быть во имя Его покаяния и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы же свидетели этому. И так потом эта весть пошла во все концы земли. Ее понесли верующие. И иногда толчком являлись гонения, вследствие которых верующие должны были оставить свои родные очаги, чтобы спасаться бегством. Но там они не могли молчать и свидетельствовали о Христе. В этом же случае, в 13 главе написано, что двое братьев были посланы церковью для того, чтобы понести людям весь Евангелие, или как мы сегодня это называем, благовестие. Мы прочитали проповедов Евангелие всему городу. Это был город Дервия. Там они приобрели, это в далекой Палестине, там они приобрели довольно учеников. Это слово можно понять, что немало. Ученики – это те, которые уверовали в Иисуса Христа с желанием, чтобы вера содействовала делами и делами достигала совершенства. Для этого не нужно было убегать в тайгу или поселиться в келью, а нужно жить там, где живешь. Любить жену, как уже было сказано, воспитывать детей, строиться, работать. Но при всем этом быть действительно настоящим верующим. А до этого написано, что Павел и Еварнава пришли в город Листру. И вот чуть позже написано, что они проходили эти места и утверждали души учеников, увещевая, пребывать в вере. Дело в том, что сердце человека очень изменчиво, непостоянно. Если сегодня мы можем к кому-то относиться вот так, то завтра ровно наоборот, пройдя по положенную сторону. Вот так изменчиво сердце человека. Так не только сейчас, братья и сестры, но так было и в то время. И для того, чтобы это не проявляло в жизни христиан, то братья сочли нужным, чтобы утверждать учеников и увещевать их, пребывать в вере, чтобы не поколебаться. Когда они пришли в Листру, это было до Дервия, то там они увидели человека хромого, он родился таким и никогда не ходил. В этом случае и в настоящее время медицина бессильна. Одно дело, если он сделался хромым вследствие чего-то, то ему когда-то могут помочь. Но если он таким родился, медицина бессильна. Но здесь может помочь Бог. И вот когда они заговорили с этим человеком, то они заметили веру в глазах его для исцеления. И тогда они повелевают ему встать на ноги, веруя в Иисуса Христа, Господа нашего. И произошло настоящее чудо. Этот человек поднялся на ноги свои, даже вскочил и стал ходить. Все люди удивились. Они были даже просто шокированы. Как такое может быть? Это явное чудо. И тогда они подумали, что... И написано, что мужчины возвысили голос, то есть громко заговорили. Боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием. Потому что он начальствовал в слове. И вот жрец идола по имени Зевс уже перевел Валов для жертвоприношения вот этим богам в образе человеческом. И когда братья это поняли, Павел Еварнава, они бросились в народ, то есть они вошли в среду народа и говорят, что вы делаете? Нельзя этого делать, ведь мы человеки подобные вам, мы не боги. А могли бы промолчать. И тогда бы сильно возвысили их там. И может быть бы дали много драгоценностей, денег, подарков. Нет. Они решили стрелку перевести на Бога. Нельзя. Это грех. Что вы делаете? А помните, в книге Откровения, когда Иоанн, находясь в ссылке на острове по имени Патмос, хотел поклониться Ангелу Божию, то тот говорит, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе, Господу Богу твоему поклонись и Ему одному служи. Как хорошо, что были такие хорошие братья Павел и Варнава. Нельзя этого делать. Что вы делаете? Это имя Господа Иисуса Христа, которому мы воззвали, в которого мы веруем. Его имя укрепило Его. И Он стал перед вами здрав. Ну и тогда люди не стали этого делать. Некоторое время братья убеждали их. Это не сразу. Но не надо, нельзя этого делать. Я так думаю, они говорили, это грех, это нехорошо, вы пред Богом согрешите. И тогда люди подумали, ну да, действительно, что же мы это делаем? Ну а апостолы тем временем учили учеников, проповедовали людям. И в это время пришли некоторые иудеи из Иконии и Антиохии Писидийской. И вдруг они видят, надо же, тех, которых мы только что прогнали, они возбудили против братьев именитых людей, власть имеющих, и изгнали из города. И вдруг видят, они уже находятся в Листре. Ничего себе. И тогда они начали говорить об этих людях, что они ничего истинного не говорят. Они все лгут. Но я так понимаю, здесь написано телеграфным текстом. Но, возможно, так говорили, да что вы слушаете этих обманщиков? Лгуны несчастные. Да придумывают все сказки, говорят, а вы и поверили. И люди, ой, точно, надо же. И как мы поверили. Подумали, что боги, а это оказывается не только человеки, это оказываются лгуны. Они ничего истинного не говорят. И когда-то эти иудеи возбуждали народ против этих братьев, то народ схватил их и побили пало камнями и вытащили за года за город, считая его умершим. Когда мы читаем эти события, думаем, ах, как изменчиво сердце человека. Сегодня думают, что это боги, а завтра готовы побить камнями ближнего своего. Тех, которые именем Господа Иисуса Христа сделали такое доброе дело для этого хромого человека. Братья и сестры, но ведь и сегодня люди не изменились. И мы не будем говорить про тех, кто вокруг, но давайте обратим внимание на самих себя. А как в моей жизни? Не бывает ли так, что я изменяюсь в отношении к своему ближнему? Если сегодня это мне друг, а кто мне завтра? Как хорошо, чтобы и завтра друг. И завтра это брат или сестра во Христе. И невзирая на какие-то, может быть, негативные поступки, все же, как уже сегодня было сказано, чтобы нам любить друг друга. И вот когда Павел так лежал, и вокруг него собрались ученики, то вдруг он поднимается перед ними, избитый, израненный. Теперь вместо того, что как можно быстрее бежать от этого города, где его чуть не лишили жизни, он возвращается туда и утверждает учеников. И, возможно, и там он говорит им, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Да, не все понятно, почему, если мы уверовали в Иисуса Христа, то почему беды, почему скорби, почему потрясения, почему иногда умирает многодетная мама, как недавно это было в Канске, как было бы хорошо молиться за эту многодетную семью, почему дома сгорают у верующих. Или чаще всего, почему мы страдаем за веру в Иисуса Христа, за верность нашему Господу. Да, так говорит Слово Божие. Да, и все желающие жить благочестиво будут гонимы. И нам, как однажды сказал наш Господь, дано не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за Него. Итак, страдания, скорби, беды, они могут быть разного характера. И как хорошо, что Павел вернулся в Листру. Было бы хуже, чтобы он ушел. И могли бы подумать, даже не зашел, может быть, сильно напуган. Да, страхи могут входить в нашу душу. Может быть, даже, что дрожит каждая клеточка. Но как хорошо, чтобы поступить по воле Божией. Поступить так, чтобы церкви было хорошо. Чтобы ближнему хорошо было. Чтобы души учеников утверждались. Нет, не все было так плохо в то время. Да, было в Каринской церкви некоторое отступление, негативные поступки. И хорошо, когда мы об этом скорбим и переживаем. Хорошо, когда, если мы видим, что ближний где-то оступился, то мы молимся за него. Может быть, подойдем и как-то скажем добрые слова. Где-то что-то подскажем. Но пусть бы это было с любовью. И, может быть, со слезами на глазах. Чтобы этот человек увидел наши глубокие переживания. Что нам хотелось бы, чтобы ближнему стало хорошо. Чтобы он снова сблизился с Богом. Чтобы быть ему спокойным. Спокойным. И вот, когда братья возвращались обратно, уже после Дервии, то написано, что они проходили Листру, Иконию и Антиохию. Те места, где они были гонимы. Тот город, где Павла побили почти насмерть. А они снова туда шли. И по этому поведению мы можем сказать, братья любили церковь. Церковь – это люди, вызванные из мира. Из этого греховного мира. Хороший гимн мы выслушали. Счастье сердце мне переполнило. Там есть прекрасные слова. Злые есть пути, есть хорошие. Ты хорошая – избирай. И те, которые уверовали в Иисуса Христа, они избирают хорошее. Правда, немало трудностей и скорбей в нашей жизни, как пророк Исаия пишет об этом в 54 главе, 11 стих. Он пишет о церкви, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Это драгоценные металлы небесного происхождения. И здесь он говорит не только о том, как трудно церкви, но он говорит и о том, какие будут потом Божьи благословения. Итак, когда братья проходили эти города, то они утверждали души учеников. Они убеждали их, чтобы им пребывать в вере. Братья и сестры, легко ли пребывать в вере? Ну, может быть, тогда, когда обстоятельства сопутствуют этому. Ну, когда в жизни, ну, может быть, не все хорошо, но хотя бы так, чтобы более-менее нормально, так ровненько есть какое-то устройство. Ну, как трудно пребывать в вере. А пребывать в вере – это Богу доверять. Это благодарить Бога не только за доброе, но благодарить их не за худое. И особенно трудно нам бывает, когда мы видим, что дети наши не приближаются к Богу. Как мы видим в их жизни какие-то негативные поступки. И кто-то может разувериться в Боге. А может быть, так бывает, что мы чего-то попросили у Бога и не получили. А где Бог? А почему так? Может быть, какое-то сомнение, разочарование. Но ведь Бог в лице Иисуса Христа пролил кровь за нас на кресте Голгофы не для того, чтобы всю жизнь было хорошо. А мы должны помнить, что и в то время в далекое было так бедное, бросаемое бурею, безутешное, да, разные трудности, сложные обстоятельства в твоей жизни. Но это здесь, на земле. А в книге Иова написано, что увижу землю отдаленную и буду вспоминать только об этих ужасах, которые были здесь. Да, это будет в нашей памяти. Но, братья и сестры, на небе будет хорошо. Там Бог отрет всякую слезу нашу. И я думаю, может быть, и таким образом братья говорили о веровавшем. Теперь это уже были братья и сестры во Христе по вере в Иисуса Христа. Что не все так плохо. Да, бывает, что, может быть, будет у вас такой случай, что где-то какое-то отступление, где-то будет не так, где-то вы и этого бы не хотели, но вдруг нарушите волю Божью. Есть милость, милость. В дальнейшем храните себя от таких нарушений. Но и помните, что все-таки Бог любит нас. Да, Он есть огонь поедающий. И если я во грехе, то страшно впасть в руки Бога Живого. Но и Он любящий. Он помышляет, чтобы не отвергнуть отверженного. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы все люди уверовали в Иисуса Христа и потом уже после смерти воскресли и вошли в тот город художник и строитель, которого Бог. Возможно, и вот так братья говорили, но люди только уверовали. Они еще как младенцы, которые только родились на свет. Им нужно что-то сказать, как-то утвердить, укрепить их в вере и сказать, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Но это не самое страшное. Там Бог встретит нас распростертыми объятиями. Там Он подойдет и будет вытирать слезы сочей наших. И там Он ободрит нас. И там Он скажет нам очень добрые слова. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего». Братья и сестры, те, кто недавно, может быть, уверовали в Иисуса Христа и заявили на крещение, давайте мы сейчас преклоним колени наши и поблагодарим нашего Господа за Его жертву на кресте Голгофа, за Его пролитую кровь, за то, что Он такой любящий и добрый, за то, что Он такой строгий, за то, что Он не мирится со грехом. И если человек во грехе, то он должен быть наказан. Но ведь у Бога есть и милость, о чем было сказано раньше. Он любит миловать, написано. Он любит прощать. Давайте мы будем за это Его благодарить и просить Господи, Ты помоги, чтобы нам утверждаться, чтобы нам пребывать в вере и чтобы никакие обстоятельства в нашей жизни эту веру не поколебали. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok